Массовое нашествие сов в городах наблюдается нынешней зимой в Татарстане. Дикие лесные птицы безбоязненно садятся на балконы и подоконники. Порой горожане становятся свидетелями, как сов атакуют вороны, которые давно чувствуют себя хозяйками в городе. По своей сути, сова хищная птица из отряда совообразных. Он включает более двух сотен видов пернатых. Эти птицы распространены по всему земному шару. Они обитают в горах, лесах, степях, на морских побережьях и даже на крайнем севере. Большая часть из них ведет ночной образ жизни и охотится в темное время суток. В Татарстане на данный момент насчитывается 12 видов, которые так или иначе могут взаимодействовать с человеком в городах. Конечно же, сова всегда была объектом внимания и орнитологов. Ученые всегда следили внимательно за тем, как живут эти сумеречные хищники. Я почему подчеркиваю каждый раз сумеречные? Потому что многие считают, что совы ночные. Это не совсем точно, потому что ночью совы спят. А выходят они на охоту или поздно вечером, в сумерках, или рано утром. Впрочем, рано утром просыпаются не только совы, но и другие. И, конечно же, в этом плане мы, не зная, скажем так, не бывая ночью в лесу, конечно, мы не можем этот вопрос как бы проконтролировать, но на самом деле происходит именно так. Стоит отметить, что совы – объекты, которыми в большей степени интересуются орнитологи в силу особенностей птичьей природы совинах. Их непредсказуемое поведение всегда вызывает дополнительные вопросы у исследователей, несмотря на их достаточно дружелюбное отношение к людям. В случае, когда человек видит сову, она не сразу улетает и позволяет рассмотреть себя во всей красе. Интересным остается именно ее поведение и особенности характера. Кроме того, анонимный сов прекрасно сохраняется за счет их бесшумного передвижения. Особенность их перьевого покрова обуславливает полет в практически полной тишине. Это необходимо пернатым, чтобы добыча не слышала приближение хищников до самого последнего момента. Если вы вспомните строение пера, так, ну что такое перо? Это сержи, на котором есть так называемая опахала, да? Вот. Так вот, опахала – это состоит из большого количества мелких бородочек, а не нескольких уровней, и это создает прочность оперения любого пера. Вы знаете, даже если перо разойдется, его можно пригладить, и опахала опять восстановит свою целостность. А у сов есть еще одно свойство. Каждый, значит, вот этот бородочек на опахале имеет небольшое завихрение, крючочек, скажем так, на конце, который сглаживает звук летящей птицы. Поэтому, когда летит, например, утка или гусь, или цапля, или даже некоторые хищники, от хлопанья крыльев слышите, как будто аплодисменты, если летит большая стая и так далее. То есть мы слышим летящую птицу. У сов полет бесшумный, благодаря особому устройству пера у этой птицы. В принципе, перо у сов, перевод покров, он достаточно рыхлый, вот, но при этом, естественно, вот эти вот завихрения от, скажем так, при полете крыльев и соприкосновения с воздухом сглаживаются за счет вот особого строения пера у совообразных птиц. По словам экспертов Казанского федерального университета, если вам не была замечена лесная гостья, стоит сфотографировать ее и отправить всю имеющуюся информацию о месте и времени встречи в Государственный комитет по биоресурсам или же ученым Казанского университета. Она будет очень полезна в условиях исследования и наблюдения за перемещением и обитанием совиных. Дело в том, что все предельно просто. Сейчас у нас работает интернет, у каждого телефона, в принципе, выход есть и так далее. Если есть возможность что-то зафиксировать, видео или аудио, это замечательно. Если даже нет, то можно, пока вы помните об этом факте, потому что если вы скажете, ай, ладно, приеду вечером, там сообщу, потом приеду туда-то, напишу, это забудется, и часть информации уже утеряется. Надо буквально по горячим следам. Просто сам факт. И на сайте Министерства экологии, это раз, природных ресурсов в Севастопольске, а лучше всего, а лучше, у нас есть специальные структуры государственного учреждения, это государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам. На их сайте есть прямо соответствующая, так сказать, страничка, где можно эту информацию отправить. Совы вносят большой вклад в устойчивость природного равновесия. Они уничтожают полевых вредителей, больных птиц и мелких животных. Совы активно участвуют в естественном отборе, что благоприятно влияет на генофонд животного мира. Также птицы помогают размножению кустарников, деревьев и растений путем переноса семян на большие расстояния. Именно поэтому наблюдение за ними несет большое значение для природы и экосистемы в целом. А полный выпуск, где расскажут о том, как и где живут совы, смотрите в программе «Как так» на телеканале Универ-ТВ. Анастасия Упаева, Елизавета Газизянова, Софья Чугунова, Хафиз Гараев, Универ-Новости. Субтитры создавал DimaTorzok